Субтитры создавал DimaTorzok Официальные итоги будут чуть позже, поэтому, надеюсь, действительно все будет хорошо Настроение хорошее, боевое И в том числе потому, что впервые таким большим пулом представители профсоюзов шли на выборы И в законодательное собрание, и в Государственную думу И по тем результатам, что уже точно известно, это у нас три представителя профсоюзов проходят в законодательное собрание Уже точно был и берден в Государственную думу Но и по тем результатам, которые есть, очень высокая вероятность, что я тоже пройду И поэтому получается, что настроение хорошее, что есть пять штыков Три там, ну один-два там, которые будут двигать интересы людей труда И законов, защищающих людей труда в разном уровне думах Такое количество профсоюзников впервые принимало участие на выборах и победило? Или раньше тоже, в принципе, люди труда избирались? У нас участвовали, но меньше То есть у нас там один-два человека Больше в местных думах Нынче в местные думы также шли представители профсоюзов Их-то уже там мы сегодня поздравляем те, кто прошли А так, чтобы в Государственную думу, в законодательное собрание Такого большого не было Мы сегодня, я так понимаю, было настроение и мое, и моих коллег Которые выдвигали своих представителей, голосовали за них Потому что все больше и больше есть ощущение, что одна строчка закона Она на сотни-сотни тысяч людей влияет И можно потом там пикетами, демонстрациями отбивать это дело Задерживать или корректировать какие-то решения А раньше депутаты, ну если брать местный, кстати, уровень Я думаю, что, наверное, вы про этот уровень лучше знаете, чем уровень Государственной думы Не советовались депутаты при принятии каких-то важных решений с профсоюзами? Ну, советовались со всеми, понятно, все демократы у нас там Но если это представители, у нас многие местные думы, представители малого и среднего бизнеса Ну, вот наши телезрители нас смотрят, сразу свои думы, если могут посмотреть Ну, половина это как минимум малый и средний бизнес у всех местных думах Ну, понятно, когда мы, например, будем говорить об индексации То они будут против индексации? Да То есть это работодатели, я так понимаю? В местной думе это не принимает решения, но если мы говорим о каких-то вопросах там зависящих Даже вопросах труда, охраны труда, там вполне местные могут быть Ну, конечно, у них есть внутри свои классовые интересы И поэтому, понятно, мы совершенно разные Кстати, индексация зарплаты работников бюджетной сферы, ряда работников, это бюджет местной думы И мы же не раз сталкивались, что не голосовали местные депутаты, местные за индексацию бюджетников Или доплаты работникам каких-то там Ну, когда детские сады были в ведении полностью муниципалитетов Ну и сейчас, собственно говоря, это во многом так И доплаты местные депутаты только в ряде муниципалитетов, тем же нянечкам, там, помощникам, воспитателям проводили Вы шли от Единой России, но не являетесь членом Единой России, правильно? Ну, я также, как и ряд моих коллег, профсоюзников, мы являемся сторонниками Единой России Единая Россия, спасибо партии за это Вот, взяла, собирая вообще в свои ряды профессионалов разных Где-то это врач, где-то это, в том числе представитель трудовых коллективов и профсоюзов Приглашали к себе сторонников, не только членов партии Это, ну, большая, я считаю, победа Единой России Вот, взять такой курс на привлечение профессионалов Даже если они не являются членами партии, а являются только сторонниками Ну, вам теперь придется вступить в Единую Россию, когда вы станете депутатом? Или по законодательству это не обязательно делать? Ну, не по законодательству, но самое главное, и партия этого не требует Это вот очень важно, что не то, что мы возьмем, то и обязательно Если есть у вас в профсоюзах позиция, что председатель Федерации профсоюзов Должен быть беспартийный ни в какой партии, каковым я и являюсь То можете эту свою позицию сохранять При этом, понятно, избираясь по спискам партии, мы в любом случае и с уважением партии к партийным инициативам, дисциплине и так далее Другое дело, что могут ли быть разные мнения у тех или иных депутатов, в том числе единороссов или не единороссов Вы, кстати, будете, например, выступать против какой-то инициативы единороссов? Если она будет противоречить, например Ну, каким-нибудь инициативам единороссов? И ведь инициатива единороссов, это же внутри Там вот 20 человек комитет Там 15 единороссов так, 5 единороссов так Вот какая из них инициатива? И те единороссы, и те То есть моя задача усилить рабочее ориентированно или тот круг людей, которые ориентированы на социальные вопросы, на учет мнения трудящихся и на тех, кто за промышленность нашу и так далее Мы, кстати, когда встречались, периодически говорили о проблемах, которые актуальны для профсоюзов или работников Я не знаю, будет ли вы поднимать эти проблемы в стенах Государственной Думы, но, в частности, например, давно не индексировались пособия по безработице Актуальны и неактуальны сейчас этот вопрос? Это вот, кстати, оппозиция единороссов Профсоюзы постоянно, общаясь с депутатами разных партий, в том числе партии Единая Россия, говорили Индексация зарплат, пенсии и пособий, она во время кризиса, ну, понимаем, она могла приостановиться Сейчас, с 2017 года, она должна восстановиться И в программу партии Единая Россия, представители профсоюзов, опять же, будучи беспартийными, участвовали в рабочей группе, которая формировала программу партии Единая Россия Она принята, и там написано, с 2017 года восстановление индексации по уровню инфляции зарплат, пенсии и пособий И сегодня это в программе партии, завтра Государственная Дума должна это выполнять Если, опять же, одни, там, единороссы, назовем, будут там говорить чуть позже, то другие представители, в моем лице, в частности, будут говорить Это программный принцип, за него все голосовали, давайте его делать, не откладывая сейчас Принимать в бюджетах это делать Ну, еще один проблемный вопрос, кто же неоднократно поднимает профсоюзы То, что минимальный размер оплаты труда не дотягивает до прожиточного минимума Не знаю сейчас, в каком процентном соотношении Ну, 83% примерно Это есть в программе Единая Россия? 83% в Свердловской области, 75% если по России Это в программе есть, написан 20-й год Позиция профсоюзов, конечно, должна быть раньше Сегодня буквально я снова это обсуждал с представителем правительства Свердловской области И позиция профсоюзов, пока она так с уважением воспринимается на уровне области В 2018 году, на 2 года раньше Всероссийской, сделать минимальную зарплату не ниже прожиточного минимума Ну, вот сейчас бюджет формируется Я надеюсь, что будет не просто, что мы с уважением воспринимаем и рассматриваем вашу позицию А будет, что да, мы подписываем соглашение Для нас сейчас важно подписать соглашение с правительством, с работодателями о графике И в частности, что в 2018 году приблизить Ну, даже если тут будут идти переговоры, не позже 2020 года в программе партии Единой России Дальше, опять же, те, кто придут в Государственную Думу И вот в том числе и наш профсоюзный пул Мы будем, верю, еще раз отслеживать На недавней встрече главы Федерации профсоюза Шмакова с Путиным Поднимался вопрос о том, что при финансовых проблемах на предприятиях Выплата зарплаты сотрудникам не в приоритете Там по второй или третьей даже очередь могу путать И вроде как Путин согласился, что действительно несправедливо Вы можете все-таки пояснить, действительно так, что при финансовых проблемах, при банкротстве Не зарплата первая оплачивается? Там у нас действительно налоги, это свято вроде как, да И налоги шли раньше зарплаты И Шмаков сказал, ну, надо налоги налогами Но зарплата, особенно в кризисной ситуации, еще важнее для спокойствия в государстве Для жизни людей, для трудящихся вообще для людей Я правильно понимаю, что на зарплату фактически не остается денег Если речь идет о проблемах компаний и предприятий? Да, налоговая выставляет, соответственно, ограничения на счета И только пока все налоги не выплатишь, зарплату хотя бы частично, хотя бы параллельно И Шмаков-то вообще сказал, ну, государство, если не получит налоги до тех пор, пока не выплатит зарплату Оно будет заставлять всеми своими возможностями выплатить зарплату, чтобы наконец-то получить свои налоги Ну, то есть, некая мотивация государства заставляет работодателя платить зарплату Ну, хочешь получить налоги, сначала дорешай с людьми Опять же, важно, что президент услышал это Вроде бы как бы налоги, да, бюджет надо формировать Президент услышал про союзного нашего лидера и сказал это проработать И я думаю, что если даже местами не поменяется, то хотя бы, возможно, пропорционально будут выплаты Там половина налоги, половина, например, зарплаты, ну, одновременно, скажем так Это тоже важно Есть надежда, что в ближайшую сессию Госдумы этот вопрос будет рассмотрен или нет? Если он не будет рассмотрен, то профсоюзные депутаты его внесут И вот в этом еще одна из целей и результатов той выборной кампании, когда предсоюзы выдвинули своих кандидатов И во взаимодействии с партией «Единая Россия» ряд людей провели А у вас, как у будущего депутата, будем все-таки надеяться, что вопрос... Будем надеяться, что публикует с моей фамилией Да, вопрос все-таки уже решен, будет решен после официального оглашения результатов У вас, как у будущего депутата, есть какие-то инициативы? Вы же встречались с людьми во время предвыборной кампании Они, наверное, какие-то наказы вам передавали, чего они хотят от депутата? Вот важно это, и президент отмечал на встрече с нами, вот две недели назад, когда я был на встрече, там 40 человек там было И он сказал, важно, что огромное количество встреч прошло кандидатов в депутаты Потому что появились одномандатники, их не было, потому что было праймерис И это увеличило количество встреч И вы видите те проблемы, которые есть и в жизни, и в исполнении законов Какие законы, в каком месте надо корректировать? И вот у меня около 400 встреч На каждой встрече, там, не знаю, от 10 до 500 человек было Это все представители каких-то промышленных предприятий? И промышленных, и бюджетной сферы, и даже с малым бизнесом общались Хотя профсоюзы в малом бизнесе мало представлены И, конечно, есть базовые вещи, там, зарплата, индексация ее минималка Есть, там, вопросы по безработице, чтобы не было массовых сокращений И уровень зарплаты Есть вторые вопросы, вопросы охраны труда И там целый блок наказов, чтобы инициировать все необходимые изменения Чтобы работодатель хотел сделать все возможное, чтобы не было профзаболеваний и не было травм Сегодня мотивация работодателя далеко не всегда И третье, это все вопросы, связанные с возрастными, с пенсионными вещами Там нет росту пенсии, да, индексации зарплаты, да, уровень индексации пенсии Да, уровень пенсии Вот три таких масштабных блока Я, как представитель профсоюзов, конечно, исписал много И об этом просят люди, просили люди Да, да, об этом, вот, ну, я говорю, исписал много по всем этим трем моментам Ну и, конечно, мне говорили, вы представитель профсоюзов, хорошо Но мы же не только на работе живем У нас дети ходят в садики Спасибо за садики, что сделано Но есть еще проблема, было бы здорово, ясли и школы в односменную работу И это медицина, здорово, что высокотехнологичная медицина поднялась Детская медицина очень поднялась, ну, особенно вопросы, там, когда рождение ребенка И вот здесь вот Но первичное звено, оно просело То есть доступность первичных звена То есть высокотехнологичная лучше первичность Это капремонт На той же встрече с президентом был вопрос Вот ветхие дома, которые уже не подлежат капремонту Люди в них живут Те, которые в 12-м году, до 12-го признаны были ветхими Они все должны быть отремонтированы к 17-му году А новые, кто после 12-го, президент сказал Обязательно будем разрабатывать программу И снова брать на учет ветхие дома сейчас И разрабатывать программу строительства и переселения Граждан, проживающих в ветхих домах Поэтому это тоже в зоне влияния Внимание будет представителей профсоюзов И в областном ЗАГС Собрании И в Госдуме Работы предстоит много Вам в целом Ну это ваша первая выборная компания Я так поняла Первый опыт Я был депутатом Городской думы Четыре года Тогда, прошу прощения Тогда, может быть, сравните Тогда четыре года и сейчас Ну, собственно говоря Всегда было ощущение Ну в 2006-2004, 2005-2006 Там я когда был депутатом И тогда было ощущение, что есть сдвижки позитивные Но люди начинают воспринимать как само собой разумеющиеся Выборы вы имеете Голосования Проблемы, которые говорили, высказывали люди на встречах У людей всегда есть ощущение, что Было ощущение, что подъем Есть определенный, что тогда, что сейчас И там по тем или иным вопросам Но при этом люди это считают И естественно считают, что все, достигли хорошо Есть новые уровни задач И которые люди и ставили И это нормально Вот такая требовательность с одной стороны С другой стороны признание Что дело движется И по уровню реальной заработной платы И по уровню тех или иных пособий Ну и благосостояния Вот Ну а по количеству партий Конечно, тогда было мало партий Там четыре Основных еще две, кажется, участвовало Сегодня 14 партий в Госдуме А вы конкуренцию это ощущали? Такое ощущение Вот, по крайней мере, у меня, как воедового избирателя Вот эти четыре, ну максимум пять-шесть партий Какую-то активность проявляли Не более того Это же было как Ведь в 2012 году позиция была Государственной Думы Нуф избранной Что много было протестов Что надо за кого-то голосовать А эти четыре партии не отражают И тогда создать партию надо было 40 тысяч человек Набрать сторонников партии Для того, чтобы ее зарегистрировали Ну, у нас более 70-ти, по-моему, зарегистрированные партии Вот, законодательство тогда изменили Ну, раз вы хотите создавать партию Сейчас 500 человек достаточно собрать Можно регистрировать партию Ну, навстречу людям Создали вот партию свою И двигайтесь, агитируйте Ну, действительно, партий много Но идей, которые бы подняли людей У этих партий оказался дефицит Все равно в итоге Единая Россия говорила о том Что на реальных делах, которые сделаны Единая Россия собрала все-таки Большое количество профессионалов И Единая Россия имела хорошую программу И имеет с конкретными действиями Которые могла предлагать Ну, и президент, и профсоюз Вот, я считаю, эти пять факторов Которые позволили поднять результат С прошлых выборов Значительно выше За команду, которую объединила Единая Россия Вы останетесь председателем профсоюза Сырловской области? На общественных началах наш устав Это в случае избрания моего Я все равно эту поправку буду делать Пока опубликования нет В случае избрания на общественных началах Наш устав позволяет И я планирую в том числе для того Чтобы постоянно ощущать за собой Позицию 700 тысяч членов Профсоюза Сырловской области И голосовать в случае избрания Исходя из этой позиции Спасибо, тогда вам успехов Работы действительно будет еще много Спасибо большое, что пришли Я напомню, в эфире была программа Гозня До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok